МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И в этот солнечный, но морозный осенний день мы постараемся согреть вас позитивной информацией о самых интересных событиях уходящей недели. Ну а теперь информация для заядлых театралов. Очередная премьера, но на сей раз в Театре Нособорной. Все хорошо помнят старый советский фильм «Женитьба Бальзаминова». Теперь его героев можно увидеть на театральной сцене. В зале Театра Нособорной нет свободных мест. Это премьерный показ спектакля «Женитьба Бальзаминова». Ажиотаж легко объясним. Режиссерский подход художественного руководителя Театра Марины Есениной весьма полюбился рязанцам за время ее работы. И от нового спектакля традиционно ждут чего-то особенного. Я хочу пожелать только одного – умного времяпрепровождения. Умного, именно умного. То есть и эмоционального подъема, чтобы выйдя из театра человек ощущал не только хорошее настроение, но и была какая-то пища для размышлений. Это уже второй премьерный спектакль в новом сезоне, поставленный по Островскому. На прошлой неделе мы рассказали вам о постановке «Правда хорошо, а счастье лучше» в театре драмы. Впрочем, Островский в трактовке театра на Соборной и режиссера Марины Есениной кардинально отличается от того, как его видят в драматическом театре. Да и со знаменитым фильмом сравнивать спектакль не стоит. Фильм «Женитьба Бальзаминова» снят по трилогии Александра Николаевича Островского. То есть история про Бальзамину состоит из трех пьес. Есть отдельная финальная пьеса, которая называется «Зачем пойдешь, то и найдешь» или «Женитьба Бальзаминова». Фильм снят по трём пьесам. Я беру последнюю пьесу. То есть там компиляции в фильме. Здесь чистой воды финальная часть истории трилогии про Бальзаминова. Да, естественно, да, конечно. Эта пьеса широко известна нашему зрителю и театральному, и кинозрителю. И, на мой взгляд, история, которая там рассказывается Островским, весьма злободневно интересна именно сегодня. На самом интересном месте! Что такое? Да, Матриона меня разбудила на самом интересном месте! И очень ей нужно было там чашки убирать! Хорошо известные, давно разобранные на цитаты шутки, звучали со сцены как в первый раз. Однако вскоре смех и веселье прекращаются и становится жутковато. Мы наблюдаем за духовными трансформациями главных героев и замечаем, как на первый план выходит демоническое начало. Терзаемый жаждой наживы жалкий Бальзаминов произносит. А мне все богатые невесты красавицами кажутся. И это уже совсем не смешно. Впрочем, насладиться игрой актеров, прекрасными костюмами и декорациями вы сможете и сами. Двери театра открыты. Так что, насколько постановка удалась, судить только вам. Мариш, какой ты видишь свою будущую свадьбу? Я вижу ее очень просто. Мы расписываемся в ЗАГСе и сразу улетаем в свадебное путешествие. Вот, и это правильно. Но ты заметила, что почему-то русские свадьбы всегда ассоциируются с пьяными гостями и драками. Вот как раз над этим решили посмеяться создатели фильма «Горько». На предпремьерном показе которого мы, кстати, побывали в Киномаксе. И теперь спешим поделиться с вами своими впечатлениями. Возможность почувствовать себя гостем на самой настоящей свадьбе в день предпремьерного показа фильма «Горько» всем посетителям подарил кинотеатр «Киномакс». Здесь все было по-настоящему. Почти. Счастливый жених и невеста, тамада, море конкурсов с подарками от кинотеатра и праздничный фуршет. А еще здесь был устроен настоящий модный показ от Анастасии Кассе. Наряды, способные украсить любую девушку в день самого важного для нее торжества, только усилили атмосферу праздника, созданную Киномаксом. А я считаю, что это зрители делают ближе к фильму, помогают влиться больше в атмосферу фильма, и поэтому, да, это очень полезно. Большинство из здесь присутствующих пришли сюда специально для того, чтобы первыми почти на неделю раньше, чем все россияне, увидеть новую русскую комедию. Вы знаете, просто, когда я увидела трейлер, я увидела то, что все-таки российский кинематограф решил немножко, так сказать, если говоря, молодежным сленгом постебаться над русской свадьбой. То есть показать ее во всех своих красках, показать, какие там бывают казусы, как русские люди, как русский менталитет привык праздновать. Это такое великое событие в жизни людей. Поэтому стало интересно, что же они так таково нафантазировали. Поэтому решили посмотреть, повеселиться. Мне кажется, что этот фильм будет интересен всем, потому что каждый из нас когда-то побывает в роли жениха или невесты, и уж точно побывает в роли гостя. И так как этот фильм основан на реальных событиях, на роликах из YouTube, каждый может здесь узнать себя. Конечно, изначально никто не знал, чего же ожидать от предстоящего показа. Некоторые надеялись на лучшее, от других же веяло скептицизмом. Но уже после первых кадров зал взорвался смехом, который не стихал на протяжении всего фильма. Сюжет комедии довольно прост. Молодые люди, Наташа и Рома, мечтают о европейской романтической свадьбе на берегу моря. А вот их родственники видят это торжество совсем иначе. Тогда молодые люди решают устроить свадьбу своей мечты тайно. Но русский менталитет победить им все-таки не надо. А что за музыка такая странная? Череда случайностей приводит к тому, что обе свадьбы сливаются в одном. А что из этого получилось, советуем вам посмотреть самим. Во всяком случае, зрители предпремьерного показа не пожалели, что первыми увидели эту киноновинку. Очень весело. Я просто смеялась до слез. Очень классно и неожиданно мы посмеялись от души. Девушка узнала себя, да? Да. Немножко. Но такой прям трэш, трэш. Если бы моя свадьба так прошла, я бы повесилась. Вообще очень понравился и реалистично как бы отражает нашу действительность. Но очень весело. Очень мы без ума от него смеялись так, что до 6 по это текли в нас. С 24 октября возможность посмотреть этот фильм и посмеяться от души есть у каждого, кому уже исполнилось 16. Только учтите, смеяться, скорее всего, придется над самими собой. Ну а здесь, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, открылась новая выставка. И с чем же на этот раз могут познакомиться рязанцы? С древней рязанской деревянной скульптурой и резными иконостасами. Рязанская земля богата своими древними культурными традициями и известна великолепными образцами средневекового искусства, в том числе и деревянной скульптуры. Правда, сохранилась она гораздо хуже, чем образцы, например, иконописи. В коллекциях музеев на сегодняшний день представлено лишь небольшое число произведений культовой деревянной пластики. Для того, чтобы познакомить рязанцев с наиболее полной коллекцией древнерусской деревянной скульптуры, свои экспонаты на этой выставке представили три музея. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Краевический Касимовский музей и Рязанский областной музей имени Пожалуйстина. В нашем музее довольно большое собрание резьбы по дереву. Это и круглая скульптура, это и царские врата. И мы одни из царских врат, являющихся гордостью нашей коллекции, показываем на этой выставке. Царские врата всегда были центром церкви. Они были центром иконостаса, отделяя пространство молящихся от сакрального пространства алтаря. И именно на них были устоявшиеся сюжеты евангелистов и благовещения, как сюжета открывшего двери спасения, сюжета предвестившего Рождество Спасителя. Выставка включает более 80 музейных предметов, среди которых графические листы и фотографии с изображением резных иконостасов. Основную же часть представляют 50 предметов культовой деревянной пластики XVI-XIX веков. В их числе скульптуры святых, деревянные распятия и иконы. Среди них икона «Вход Господня в Иерусалим». Уникальна она тем, что представляет изображение в достаточно высоком рельефе. Все фигурки вырезаны из дерева в соответствии с православным каноном, в соответствии с канонической иконографией. И расписаны уже красками без мелового грунта. Выставку оценили по достоинству и рязанские скульпторы. Очень огромная информация и очень ценные скульптуры. То есть выставка небольшая, но информации столько, что здесь можно исследовать каждую скульптуру. И даже художник из Германии. Мне очень приятно присутствовать на этой выставке. Я очень рад видеть сегодня такие старинные вещи, сделанные древними мастерами высокого уровня. Выставка «Рязанская деревянная скульптура и резные иконостасы» будет работать до 20 января. Так что спешите посетить. Да, были мастера на Руси. Несколько веков уже прошло, а люди все еще не перестают наслаждаться их искусством. Ну, на сегодняшний день у нас существуют мастера не хуже. Совсем недавно я познакомилась с резчиком по дереву, который делает по-настоящему волшебные работы. Резьбой по дереву Владимир Александров занимается уже более 30 лет. Он вспоминает, что началось все еще в детстве. Тогда родители не думали, чем занять своего сына. Он сам лепил себе игрушки из пластилина, сам в них играл. В итоге мальчик достиг в этом определенного мастерства, которое впоследствии вылилось в желание сделать фигурку не из пластилина, а из дерева. Помню, одного маленького оленя я вырезал простым ножом. Это вот ребята еще смирились, надо мной говорят, «Вова, у тебя хобби». Все, один там мальчик смеялся очень. Хобби он смеялся. Ну, это хобби, хобби было. Ну, я потом, молодость пришла, и как бы это все прекратилось. Вновь к этому увлечению Владимир Анатольевич вернулся уже в более зрелом возрасте. Когда его дочери исполнилось три года, у него снова возникло желание работать с деревом. И, понимаете, вот не понимая, откуда это взялось, какой-то внутренний позыв у меня появился, чтобы мне вот именно потянуло на резьбу до такой степени, что я не мог уже ничего с собой сделать. Вот простой кухонный нож, первый, что я сделал, помню, взял, и небольшая такая березовая сухая-сухая болваночка была. Ну, береза, она хорошим-то инструментом не режется. А вот этим инструментом, я вообще, у меня руки были в мозлях. Я помню, делал, вот одним кухонным ножом я сделал лошадку. Ну, я ее вырезал всю, мне столько хватило терпения. Вот, ну, единственное, что у меня лошадки, ножки были чуть кратковатые, я помню. Они получились как бы больше от собаки, а так лошадь у меня получилась хорошо. А потом Владимир познакомился с резчиком по дереву Виктором Крестьяниновым. Именно этот мастер и научил его всем премудростям этого непростого дела. Я начал подглядывать, подглядывал, подглядывал, как он делает. Начал за ним повторять, повторять. Материал какой-то у меня начал появляться. Дома у меня, конечно, в это время, насколько брат там жил, родители, вот моя семья, меня, конечно, гоняли. Прогоняли меня, ну, стружки, понимаете, стружки, мусор. И я вот при какой выходе находил, мы в час ночи у нас с ДСК отправлялся автобус. Я приезжал домой, садился где-нибудь в углу и до утра, после такой тяжелой работы, я вырезал. Пока они все начнут пробуждаться, начнут меня гонять. Именно Виктор Крестьянинов научил Владимира такому способу отделки и покраски работ. Но мастерства в резьбе по дереву он достиг сам, своим терпеливым трудом. Сегодня его работы у всех, кто их видит, вызывают только восхищение. Грибы, вырезанные из дерева, настолько натуральны, что их запросто можно спутать с настоящими. Ну, а сказочные герои способны вернуть в чудесный мир детства. Вот этот вот колобок я больше никогда не делал. Это моя домашняя работа. Вот брат смеется над ним, говорит, отрубленная голова. Но он мне до такой степени нравится. В нем столько, вот смотрите, доброты. Вот такой он улыбчивый. И добрый при добрый невозможно. Вот я от него просто в восторг прихожу. Со временем у Владимира появилась потребность передать свои знания. Именно поэтому и сегодня он преподает в Центре детского творчества «Стрекоза», где обучает мальчишек тому, чему сам учился не одно десятилетие. Вот эти ребятишки, которые сейчас здесь пришли, у них глаза горят, понимаете? Они готовы здесь находиться сутками. И у меня внутри радость от этого, понимаете? Самое главное, чтобы хватило времени их вот научить. Вначале ребята, как когда-то их учитель, учатся лепить фигурки из пластилина. Ну, а тем, кто постарше, Владимир сразу доверяет работу с деревом. Иван пришел сюда в сентябре этого года и через месяц уже сумел сделать вот такой милый грибочек, очень похожий на настоящий. Ну, мне очень нравится работать с деревом. В школе мы работали с деревом, в пятом классе вырезали лобзиком. Мне захотелось как-то развивать свои умения, и я пришел сюда. Не нужно думать, что резьба по дереву – занятие исключительно для мальчиков. Могут этим заниматься и девочки, особенно если чувствуют предрасположенность. Говорят, что те, кто один раз попробует работать с деревом, уже не могут от этого оторваться. Ведь дерево – материал живой, и процесс его превращения в какую-то фигурку или композицию с уверенностью можно назвать волшебством. Ну что ж, кажется, рассказали обо всем, настало время прощаться. Но не сомневайтесь, ровно через неделю мы вновь встретимся с вами в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи!